самого доброго дня друзья и хочу немного вам рассказать что нужно знать при заказе кухонных гарнитур мебели шкафов и другой корпусной мебели рассказ будет небольшим я вам покажу это при обзоре кухонного гарнитура расскажу какую лучше использовать фурнитуру какая предпочтительная кромка расскажу немного и покажу вам какие лучше использовать столешницы заказывать фасады кромка фурнитура расскажу вам какие предпочтительные предпочтительные приобретать при заказе кухни материала фурнитуру кромку фасады фартук загорожен образцами полностью не смогу показать вот эта фотопечать делается на заказ это отдельно заказывали специально чтобы в свет с фасадами далее про доводчики хочу сказать вот доводчики можно конечно простые петли поставить то эти они немного дороже правда цена зависит там китай и италия импортная закрывается на таким вот образом доводим она сама доходит вот так но эти они распространенные потом доводчики еще есть на ящички толкнули и он сам доехал вот так и для таких ящиков неплохо использовать металлические такие готовые уже продаются по размеру металлобоксы кажется называется днище делается из лдсп из того самого материала которого делаются стенки столешницы раньше когда очень давно уже на на год 10 лет назад начинал самостоятельно заниматься мебелью были на 28 миллиметров 2 и 8 сантиметров скажем так толщиной эти влагостойки на 3 и 8 то есть на сантиметр толще и они помощнее выглядят и ну смотрятся скажем так шикарней потом по кромкам кромку раньше помню когда я начинал еще около десяти лет назад я вот мы клеили фенами утюгами вот такую меламиновую она ведь и ломается в общем она недолговечная сейчас наклеивают вот такую кромку пвх она толщиной 0 4 миллиметра это она сами вот эти на торцы ящиков и клеится на на столке я уже сказал с клеем и на сами фасады на столешнице тоже пример применять лучше вот так вот такую кромку пвх 2 миллиметра толщиной она мы и называли противоударная тоже наклеивается на фоночке она обтачивается все красиво все шикарно получается обращайте внимание на то как изготавливаются вот такие фасады фасады конечно бывают разные бывают выпуклые всякие как бы формочки с мдф вылитые ну кромка желательно предпочтительно вот такая что было множество всякой фурнитуры можно применять вот например бутылочница есть такие же можно масло поставить и много много всяких бутылок да и не только бутылки есть еще пошире на сантиметров 20 зависимости от пожелания тоже очень удобная штука я вот как-то одной даме делал кухню еще в домашних условиях помню изготавливал на заказ все тоже делал собирал пока у нее там кромку приклеивал и все это хозяйство у нее весь нижний ряд был в таких выдвижных потом цоколь тоже многие делают из лдсп но она не вечная вот в этом случае применяется ли хау пластик пластиковый сок али о хоть мой хоть вот он тут резиночка наклеена и как у принту салду бывает знаете она на любой при стены плинтус на поле смысле плинтус резиночка идет по краю в ваннах тоже уголки всякие такие продают вот это подобная штука она толщиной около сантиметра там поменьше с той стороны он не ровно это гладкий и можно хоть мой его худею залейте он не разбухнет ничего ему не будет тут тоже естественно кромочка двухмиллиметровая и сами фасады по себе вот эти вот хорошие мне нравится хочу обратить внимание на лдсп да вот по пути пока идем к лдсп вот видим столешница тоже склеенная такой противоударной кромкой шириной пошире и она уже не обделился если конечно не ковырять там ножом чем острыми такими предметами столешница вот этим на 308 сантиметров миллиметров извиняюсь они также по раскраске ассортимент очень огромный это уже на вкус и цвет скажем так обратите внимание на ламинированное дсп чаще всего но в офисах выкладывается в распиленном виде вот у нас россия и астрия вот это евро комплект эггер это острая то стритки на ощупь она такая по текстуру дерева имитирует и российская у нас ламарти вот российская про него что я хочу сказать распилу по профилю заметно что она полностью все скрыть но заполнена опилками заполнена смолой и и нет пустот а вот эти российские и российские они дсп качественно так что вот обращать внимание на лдсп лдсп кто не знает ламинированная дерево струличная плита вот так же 10 миллиметров это 16 миллиметров на стены идет на полке вот все российское лдсп все она в профиль выглядит наполнена никаких а вот китайская правда мне все прям попалось такое обратил на это внимание и и тут я не смогу показать тут не видно требуйте чтобы задние стенки торец стены обклеивали тоже кромкой хоть ну я вам показал ознакомил с фурнитурой и рассказ в рассказе моим просто содержится как бы советы по тому на что смотреть нужно при заказе кухонных вернитуров что больше обращать внимание на фурнитуру на лдсп на а а а Продолжение следует...